Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Наконец-таки у меня закончились экзамены, можно спокойно вздохнуть и начать готовиться к новому году. Спасибо огромное всем, кто желал мне удачи, я также от себя желаю удачи всем, кто сдает экзамены, у кого сейчас сессия или же у кого это будет после нового года и надеюсь, что успешно все будет задано, никаких хвостов и плохих оценок. Я же в свою очередь нахожусь в клане Dark Masters Light и нахожусь я тут по двум причинам. Во-первых, у ребят совсем-совсем недавно был юбилей в 100 выигранных войн, 100 побед и что самое важное, у ребят 27 декабря был день рождения клана. Dark Masters Light отмечал ровно один годик с момента создания клана. 27 декабря 2016 года была создана Академия Дэм Лайт и если немножечко углубиться в ее историю, я думаю, что многим это будет реально интересно, особенно тем ребятам, кто является участниками Академии, то, честно говоря, название для Академии выбиралось довольно долго. Было несколько вариантов, вот сейчас первый вариант вы видите на экране, это была первая голосовалочка среди всех участников клана Dark Masters. Мы голосовали за название, которое нам понравится, потому что предложений было много. Далее после первого голосования мы поняли, что нет, это все не то и предложили еще несколько вариантов, как раз-таки из трех мы и выбирали. Причем этот выбор уже был осознанный, это было не просто какое-то случайное слово, а как-то более-менее оно было связано с основой. И вот из этих трех вариантов мы все-таки остановились на варианте Дэм Лайт, потому что за этот вариант проголосовало большее количество человек и нам показалось, что все-таки Лайт со значением легкой облегченной версии будет смотреться очень-очень хорошо. Такая, как бы сказать, пробная версия Dark Masters, в которой вы можете попробовать себя, показать свои навыки и если вам все нравится, то в дальнейшем перевестись уже в Dark Masters. Именно на этом и был основан выбор такого названия Дэм Лайт, который на текущий момент и есть. Конечно же мы делали юбилейные КВ и более того, так совпало, что 100 побед и 1 годик клану оказались очень близко и в итоге мы решили сделать одно большое КВ 40 на 40. Были приглашены многие ребята из основы, которых вот как раз нет на текущий момент в клане в Лайте и собственно сами Лайтовские ребята. И сегодня мы с вами как раз-таки посмотрим самые красивые атаки с этой КВшки. По идее должен был быть стрим, где в прямом эфире мы бы оттачили и посмотрели все эти атаки, но к сожалению, учитывая, что у меня очень плотная сессия, экзамен за экзаменом стояли, честно, просто не получилось такое сделать. Но сегодня я покажу все самые красивые, действительно интересные атаки. И вот, к примеру, первая из них от Назима, участника клана Dark Masters, сделана весьма интересным миксом, поскольку здесь использован не только стандартный Гоуху, но еще и несколько ведьм. Казалось бы, зачем тут ведьмы? Они вроде бы ни к селу, ни к городу и как-то они очень странно здесь смотрятся и только занимают место. На самом же деле, эти ведьмы до конца атаки будут помогать зачищать всю базу и сыграют весьма важную роль, особенно в конце самой атаки. Что касается начала, то здесь все немножечко пошло не по плану, так как синие ушли из центра, они ушли на правый фланг, который был не очень хорошо зачищен. И в итоге в центре у нас остался только бедный Голем, который уже распался на два Големчика и Королева. Однако же вся эта история закончилась весьма хорошо, поскольку Назим очень правильно, очень грамотно начал подкидывать Хогов с левой стороны, видя, что там находится несколько тесел, он не бросал их всей большой кучей, как это обычно любят делать на девятках, а он подкидывал их по мере необходимости. В итоге большое число Хогов сохранилось и несмотря на то, что атака в целом пошла совсем не по плану, она получилась весьма хорошей. А вот что касается ведьм, то как раз в конце вы увидите, что те самые ведьмы весьма очень-очень так хорошо помогли Королеве забрать весь правый фланг. А вот следующая атака будет от человека, который весьма недолго находится в лайте, однако же уже переведен в основу. Как такое получилось и как ему удалось так быстро перейти в основной план? Все дело в том, что посмотрев на его несколько атак на последних КВ, учитывая его прокачку и уровень мастерства, мы пришли к выводу, что его можно спокойно уже сейчас переводить в основу и здесь все в принципе хорошо. И вот как раз таки одна из атак, которая стала ключевой в решении принятия его в основу. Вот та самая с Квенохилом. Квенохил здесь весьма хороший, грамотный. Сначала с помощью Кинга зачистили всю правую сторону, чтобы Королева пошла в центр. Далее с помощью мини-дракончика зачистили левый фланг и в итоге Квене остается только зайти в центр, потому что больше ей некуда свернуть. Далее мы подбрасываем рейдж на Королеву с хилками, параллельно с этим подкидываем еще и бомберов, которые попадают в круг от рейджа и в итоге очень хорошо взрывают нужный нам забор и соответственно Квена переходит вниз. Далее у нас вылетит Клан Кастл, естественно мы уберем и КК, и Кинга, и Королева, то есть здесь очень такая хорошая мощная была зачистка. Ну а далее в итоге закончится дело тем, что Квена заберет не только чистильщики, которые мешают воздуху, но еще и правое ПВО. В общем Квена здесь отыграет очень-очень хорошо и нашему воздуху останется забрать только какие-то небольшие сектора с левой и с нижней стороны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующая атака будет от Саши, от нашего дизайнера канала, все превьюшки, все красивые моменты, которые вы видите на канале и в нашей группе как раз таки в последнее время, ну где-то наверное полгода уж точно сделаны именно им. Сане отдельное спасибо, ну а также по совместительству он является и с руководителем Академии Дэм Лайф. Саша сейчас очень активно начал качаться, я помню его еще восьмерочкой, когда он был совсем далеко, даже не фул, а сейчас уже средняя девятка с хорошо прокачанной армией. Ну конечно же книги, которые появились в играх кланов делают свое дело, но тем не менее. Атака здесь стандартным Гоухо, здесь и база Анти-2, и хотя казалось бы, что такие базы мы уже с вами научились бить спустя очень много КВ, однако же зачастую, когда люди привыкают к базам Анти-3, становится проблематично брать базы Анти-2, потому что теряешь навык, начинаешь мыслить все-таки как брать Анти-3, а здесь абсолютно другой смысл. Что же касается этой атаки, заход был сверху, после расчистки мы забрали весь центр с помощью первичного захода из героев, големов и боулеров, и с левой стороны запустили хогов. Едем дальше. Следующая атака у нас будет от Олега, который также является руководителем Академии Дэм Лайт, и Олегу отдельное спасибо за помощь и развитие клана, потому что очень много как раз-таки держится на нем. Мало того, что Олег владеет всей информацией в клане, то есть он контролирует все, что происходит в Академии, так он еще и довольно талантливый игрок и может научить других людей, как нужно правильно, грамотно оттачить. Поэтому, Олеж, спасибо тебе огромное, я очень рада, что ты в нашей команде, и не только как руководитель клана, но еще и как модератор. Что же касается этой атаки, здесь стандартный губо-хо, однако же мы заходим не в один сектор, как обычно это делают, а сразу в три сектора. Королева проходит в центральной, голем вместе с бойлерами идет в нижний на 9 часов, и голем вместе с магами идет в верхний на 12. Видя, что наверху немножечко не хватает юнитов, которые могут добить, а пока голем танкует, Олег подкидывает несколько хогов, и то же самое он делает последствия и с правой стороны, по ситуации, когда это необходимо. И наконец последняя атака на сегодня, атака на ТХ-8. Поскольку восьмерки у нас в Академии также присутствуют, так как прием от ТХ-8 ближе к фул. И вообще, если сравнивать, что сейчас и что было год назад, то могу сказать, что Академия колоссально выросла. Она очень развилась как клан, и если год назад мы еще брали всех подряд, начиная чуть ли не от пятого ТХ, то сейчас прием строго от ТХ-8 ближе к фул. И более того, попасть в клан можно, а вот попасть на КВ уже значительно сложнее, так как перед стартом КВ вам необходимо пройти испытания, что, конечно, не все выдерживают. Да и если вспоминать все наши предыдущие Академии, то именно с Дэм Лайк получилось создать ту идею, которую мы изначально хотели сделать и воплотить ее в жизнь. То есть это тот клан, который учит и обучает людей, как атаковать и как правильно играть. И только после этого уже самые лучшие переходят в основу. Именно в этом и был смысл Академии, который изначально мы несколько лет безуспешно пытались сделать, и именно с Дэм Лайтом у нас это получилось. Поэтому еще раз отдельное спасибо всем с руководителем, Олегу, Владу, Даниилу и Сане за помощь, за действительно очень большую работу. Вы молодцы, ну а всех ребят, кто у нас является участниками Дэм Лайд, я поздравляю с одним годиком так держать, развиваться дальше. И я надеюсь, что мы увидим еще очень много достижений впереди и все дружно это отметим. Ну а всем, кому понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно, хэштег нашей Академии я оставлю в описании, но я думаю, что попасть туда будет весьма сложно, потому что клан практически под завязку. Так что ловите момент, смотрите, когда там будет хотя бы одно свободное местечко и вступайте. Всем хороших войн, пока-пока!